Загляни в лавку у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем серебро в Black Desert Online. Напиши нам в ВКонтакте, Айске или Скайпе. Все данные под видео. Всем привет, ребята, с вами Нитрич и играем мы в Black Desert Online. Сегодня пойдет речь о фарме. О фарме серебра. Ну и также выбивании всяких шмоточек. Итак, нахожусь я на такой лестнице. Находится эта гора возле Трента. И в самой горе есть такие ребята, Гзарки называются. У меня тут походу не открыта что ли территория или чего. Не знаю, почему и не показываются. Но Кальфион у нас находится. Вот я только что показал. И возле Трента налево в горе подъедете. Внизу будут древние и такая будет лестница. Идем мы, соответственно, по лестнице. Ну, как всегда у меня с собой, можно сказать, не копейки. Засекать время фарма я, как всегда, буду час. Особая черта данного спота тем, что здесь разбиты помещения на комнаты. И в комнатах находятся такие монахи. Есть как маги, есть так и милишники. Вообще, главное вам бегать между двумя большими комнатами и огромным круглым залом. То есть, зал зафармили, вернулись назад. Тут еще что получается. Когда вы поднимаетесь в самом начале по лестнице, которую я показывал в начале видео. Вы натыкаетесь сразу же на вход, а можно еще дальше подняться выше. И еще один будет вход. Так вот, эти два входа можно бегать по кругу. Тут идет как серпантин. То есть, получается, что по лестнице серпантин, что внутри именно этого храма. Получается серпантин, плюс вы фармите мобов. Вот как раз-таки большой зал. Здесь уже варьер зафармил всех мобов. Еще что по данным спотам. То, что здесь намного меньше народу, чем на жабах. Мобы намного сильнее. Здесь без заточки. Сюда нужно идти, скорее всего, от десяти. То есть, по кругу плюс десять. Пушка плюс десятая. Ну, конечно же, желательно либерта, чтобы попадать почаще. Также здесь еще падает все время серебро. То есть, здесь нет итемов, которые нужно сдавать. Но очень большое количество вещей падает. Взять во внимание тот факт, что мне постоянно мешали. У меня получилось шестьсот тысяч чистым серебром. Ну, а так как, ребята, у нас идет, если сразу же падает серебро, то, соответственно, оно тяжелое. Куча вещей, как я уже говорил. Это пушки Юрия. Ну, кроме топора, там падают джеросеты. И камни, которые стоят по пятьсот тысяч. Плюс один шанс крита и плюс один скорости атаки в пушку. Кольца на деф, которые, по-моему, по двадцать пять, там, или по тридцать тысяч. Ну, и что там еще? Знак защитника святилища по сто семьдесят пять тысяч. Топовые колечки на защиту. Что касается там получения опыта. Опыт, конечно же, идет тише, чем на жабах. Но у вас будет меньше конкуренция. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, захейте к нам в группу ВКонтакте. Пишите свои комментарии. Ну, и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока. Пока-пока.